МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начальник АДПО столицы БАМа обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. В прошлом году, желая скрыть факт схода локомотива на стрелочном переезде, он убедил машиниста оплатить восстановительные работы из личного кармана, сумма которой подчиненный передал своему руководителю 50 тысяч рублей. 10 тысяч пошли на ремонт, остальные начальник АДПО забрал себе. Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки. Суд учел, что причиненный ущерб потерпевшему возмещен и приговорил начальника АДПО к штрафу в 250 тысяч рублей. Отрабатывают навыки управления плавающим транспортером. Сотрудники Амурского управления МЧС проходят теоретическую и практическую подготовку по вождению гусеничной техники по суше и через водные преграды. Тренировки проходят в Благовещенском округе. Вездеход предназначен для перевозки людей и грузов. По суше он может транспортировать до 8 тонн, по воде – до 10. Технику используют при отсутствии дорог и мостов. Школьник из села Талданского Родинского округа награжден медалью «Юно-армейская доблесть первой степени». Этот нагрудный знак является высшей формой поощрения участников движения за проявленное мужество, героизм, выдающиеся достижения. В 2022 году 11-классник Макар вместе со своим товарищем помог семьям сохранить свое имущество и документы при пожаре. Вытащили из горящего дома три газовых баллона. Для лебедей из Ивановки купили подругу. Ее доставят из московского питомника. Расходы на себя взял амурский предприниматель. Напомню, знаменитую пару лебедей Петра и Февронию в 2017 году в Амурское село привезли из Крыма по инициативе местных жителей – из супругов Александра Федоровича и Татьяны Ивановны Титаренко. Птицы облюбовали озеро Лотосов и стали достопримечательностью муниципалитета. В этом году после зимовки крылатых решили уберечь от назойливых туристов и выпустили на Бамовских озерах. Там Февронию загрызли собаки, и Петр остался один. Его вернули обратно в огороженный водоем в центре Ивановки. Неравнодушные амурчане надеются, что он не отвергнет новую суженую. «Кроме того, наш местный предприниматель пообещал оплатить это все. И, кроме того, он решил сделать подарок, пока не буду называть карты, открывать, кто это. Он решил приобрести еще пару черных лебедей. Место для того, где они могут зимовать, у нас есть. Будем сейчас еще решать вопрос о строительстве здания. Поэтому я думаю, что это привлечет и туристов, и будет, конечно же, радовать жителей нашего Ивановского округа». Оркестровая хоровая балет. На сцене Амурско-областной филармонии выступили забайкальские казаки. Концерт государственного ансамбля «Песни и пляски» прошел в рамках проведения 13-го международного фестиваля «Российская китайская ярмарка культуры и искусства». Отмечается, что программа ансамбля не концерт в обычном понимании. Это яркая композиция жизни казачества, связанная и единой сюжетной нитью. Здесь и казачья свадьба, и проводы в поход, и счастливое возвращение домой. Единый песен и хореографический спектакль включают русские народные и старинные казачьи напевы и пляски. Ожившие статуэтки, музыка, похожая на бегущую быструю реку, опера «Цветение груши». На сцене Амурско-областной филармонии для зрителей также выступил коллектив из Пекина. Артисты показали все краски восточной культуры. Между тем, открытие российско-китайской ярмарки в Хэхэ поразило своей яркостью и масштабом. Участие в торжественном мероприятии, кроме китайских коллективов, приняли более полусотни артистов из Преамурья. Сцену развернули на экологической площади острова Большой Хэхэ. Концерт шел около двух часов.